МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Голос за! Саровчане могут проголосовать за благоустройство сквера на Мира или зону отдыха на Проду Боровом. Ангелы милосердия 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Ко Дню Победы в Музее военно-исторической миниатюры появились новые экспонаты. Далее расскажем обо всем подробно. С 2022 года все больничные станут электронными, а выплаты по ним проактивными. То есть их будут начислять автоматически по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет. Не понадобится и заявление. Сейчас его нужно писать, например, чтобы получить выплаты по беременности и родам. Ответственность за своевременность оплаты больничного и точность расчета будет нести фонд социального страхования, а не работодатель. Как пояснили в Минтруде, проактивная оплата больничных стала возможной после перехода на прямые выплаты по ним. Так, с начала года пособия за период недрудоспособности, а также в связи с материнством, переводятся в ФСС работнику напрямую. Но обращаться за ним пока приходится через свою организацию, которая направляет в ФСС информацию о закрытии больничного листа от работнику. Ранее организация сама рассчитывала и переводила выплаты, а сумма вычиталась из страховых взносов, отчисляемых ей в ФСС. Вторым шагом станет отказ от бумажного больничного в пользу электронного. Это должно произойти до конца года. В ФСС подчеркнули, что электронный лист нетрудоспособности сегодня выдают уже более 90% медучреждений. На руки граждане получают талон с номером. По нему всегда можно проверить подлинность документа в информационной системе ФСС, где хранится реестр больничных. Благодаря тому, что выплаты становятся автоматическими, участие работодателя в их назначении минимизировано. От него потребуется единожды передать в ФСС номер ИНН с НИЛС работника, расчетный счет, на который ему будет приходить пособие, а также дополнительную информацию, которую может запросить ведомство. В Минтруде считают, что новый порядок оплаты больничных – гарантия того, что выплаты всегда получат заболевшие человек и родители в связи с рождением ребенка, независимо от наличия средств у работодателя. Продолжается голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2022 год. Саровчане могут отдать свой голос за сквер в районе дома номер 1 по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Тот проект, который наберет больше голосов, благоустроят за счет городского, областного и федерального бюджетов. Подробности в следующем репортаже. Сквер на проспекте Мира или зона отдыха на пруду Боровом. Один из этих объектов благоустроят в рамках программы формирования комфортной городской среды в 2022 году. Что это будет, решать саровчанам. Голосование стартовало 26 апреля на сайте голосза.ру. Можно выбрать удобный для себя способ голосования. Либо зарегистрироваться на сайте, либо через госуслуги. Если житель города ранее принимал уже участие в данном голосовании, в 2019-2020 году, то он может указать свой номер телефона и проголосовать за выбранную территорию. В выборе приоритетной территории действительно важен каждый голос. Поэтому специалисты департамента городского хозяйства призывают саровчан не оставаться в стороне. Голосование продлится до 30 мая. После голосования будет проходить общественное обсуждение проекта благоустройства выбранной территории, где жители также могут высказывать свои мнения, свои пожелания, чтобы они хотели видеть на данном объекте. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8 831 202 24 39. Напомним, по итогам голосования прошлого года победила инициатива благоустройства парка на улице Сосина. На ее реализацию выделили около 26 миллионов рублей. Работы на территории уже начались. Сейчас специалисты демонтируют старые мафы и скамейки, разбирают брусчатку. Обновленный парк подрядчик планирует сдать в октябре этого года. С 11 по 15 мая в Нижегородской области пройдет профилактическая акция «Безопасный велосипед». По статистике, в летний период более 50% из общего числа ДТП с участием несовершеннолетних составляют наезды на детей велосипедистов. За три летних месяца прошлого года в регионе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 подобных ДТП, в которых пострадали 49 детей в возрасте до 16 лет. Самое распространенное нарушение – переезд пешеходных переходов, не спешившись с велосипеда. Сотрудники ГИБДД напоминают также, что детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают принять участие в акции «Полицейский дядя Степа». Участниками могут стать юные авторы и детские творческие коллективы в возрасте от 6 до 14 лет. Для этого необходимо изготовить из любого природного материала игрушку, которая изображает сотрудников правопорядка от времен Российской империи до наших дней. Фотографию работы вместе с заявкой на участие нужно отправить до 17 мая по электронному адресу увд.дефис.саров.собакамейл.ру. Лучшие игрушки представят на выставках детских творческих работ. Победители наградят почетными грамотами и ценными подарками. Организационное собрание для выпускников прошлых лет, которые подали заявление на участие в ЕГЭ в 2021 году, состоится 14 мая в 16 часов в формате онлайн на платформе Zoom. Об этом сообщает Департамент образования. Для получения ссылки на мероприятие и уведомления на ЕГЭ необходимо прислать сообщение на адрес электронной почты l.смирнова.собака.едусаров.ру. В теме письма указать выпускник прошлых лет. В тексте фамилию и имя отчества полностью. С 13 по 17 мая в Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы. МЧС предупреждает, повышается вероятность возникновения природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи связи. Напомним, с 19 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигать траву. Нарушителям грозит административный штраф. Граждане могут заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица от 15 до 30 тысяч рублей, юридические от 200 до 400 тысяч рублей. Загонодатели готовят поправки в Гражданский кодекс и законы о потребительском кредите и о кредитных историях, которые предусматривают возможность указывать в кредитной истории отказ от получения любых суд. Как пояснил зампредкомитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетто, секс законопроекта уже разработали и сейчас его согласовывают с профильными ведомствами. Документ могут внести на рассмотрение до конца весенней сессии. Поправки решили ввести из-за участившихся случаев мошенничества. Злоумышленники все чаще берут кредиты от имени граждан. Жертвы узнают об этом случайно, например, когда им самим нужно взять займ или оформить рассрочку. Банк отказывает им в настоящем кредите, ссылаясь на плохой рейтинг, который ухудшили неуплаты по поддельной суде. А спорить мошеннические кредиты практически невозможно. Хотя каждый месяц в суды поступает по несколько сотен заявлений. Чтобы защитить россиян от мошеннических действий, в правительстве хотят дать гражданам право указать в кредитной истории отказ от любых займов. При таком запрете банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в оформлении суды на имя клиента. Если договор все же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам. Запрет начинает действовать через 7 дней после заявки. И в любой момент его можно будет отменить. 12 мая во всем мире отмечают День медицинской сестры. В КБ-50 торжественно наградили сотрудников за большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и за оказание помощи пациентам с COVID-19. Поддержать коллег пришли старшие медсестры и заведующие отделениями. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Ежегодно 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Такое название профессии было выбрано не случайно. Почти два столетия назад за больными ухаживали служительницы церкви и монахини. Сейчас на хрупкие плечи наших ангелов-хранителей легла непростая ноша – борьба с пандемией коронавируса. Если на передовой этого сражения стоят доктора, то медицинские сестры подают патроны и прикрывают тылы. С начала пандемии медицинские сестры практически забыли, что такое нормированный рабочий график. Они трудили в стационаре, в организованном ковидном госпитале, в Дивеевском монастыре работали вахтовым методом. Вызвать на смену могли в любую минуту, а потому с телефонами медики не расставались даже в редкие минуты отдыха. В режиме повышенной готовности мы работали. За поликлиниками закреплено было большое дело в части наблюдения и курирования пациентов, лечения на дому. Их было большое количество. Сотрудники наши, медицинские сестры, фельдшера, они были задействованы в заборе материала биологического. Анна Борисовна посвятила этой профессии уже больше 30 лет. Настоящему специалисту помимо профильных знаний необходимо обладать определенными качествами, такими как терпение, забота, сострадание, считает главная медицинская сестра. И вот наравне с тем, что они являются мамами, женами в своих семьях, они еще являются источником вдохновения, что ли, для пациентов. Потому что кого первый пациент зовет? Сестра. Сестра. Что в отделении, что и в клинической службе тоже. Свой профессиональный праздник медсестры традиционно встречают на рабочем месте. До пандемии праздник проходил торжественно. Устраивали концерт, на который приглашали ветеранов медицинской службы, а также посвящали в свои ряды новичков, проработавших здесь меньше года. Коронавирусные ограничения диктуют другие правила. Но на атмосфере праздника это никак не сказалось. Спасибо вам огромное. Мои слова благодарности адресованы не только стоящим на сцене и кандидатам на награждение. Мне бы хотелось видеть здесь практически весь коллектив среднего медицинского персонала. Потому что мои слова адресованы абсолютно всему коллективу. И каждый из них достоин стоять на этой импровизированной сцене и получить эту награду. Награждение прошло в теплой дружеской атмосфере. Почетные грамоты за личный вклад в оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 выручили четырем сотрудницам КБ-50. В музее военно-исторической миниатюры обновили экспозицию. Фигурки солдат пополнили стенды, посвященные Великой Отечественной войне. Некоторым экспонатам, представленным в музее, более 40 лет. Подробности в следующем репортаже. Рядовой солдат, офицер, медик. В музее военно-исторической миниатюры появились новые экспонаты. Фигурки пополнили стенды, посвященные Великой Отечественной войне. Большинство новых экспонатов относятся ко второму периоду войны после 1943 года. Наконец-то мы нашли, все-таки нашли. Это Катюшу, которой долго-долго у нас не было, на базе ЗИС-151. И вот она наконец-то появилась. Очень радостное событие для нас. Ну, потому что, как бы, в нашем городе мы знаем, что делали для нее некоторые изделия, которые потом громили нашего врага, а самой модели не было. Вот теперь она наконец-то появилась. Также дополнили стенд с историей советского солдатика. Миниатюры взяли из архива музея. Некоторым экспонатам больше 40 лет. Быть может, кто-то из посетителей, взглянув на него, вспомнит, как сам играл такими в детстве, рассказал Вячеслав Викторович. В диораме «Шторм Берлина» обновили солдатиков советской армии. Ее оформление завершат, когда в музей поступят солдатики немецкой армии. Мы можем рассказать не только о самих солдатиках, но и о самих событиях. Например, о событиях и самого штурма Берлина, и штурма Рейхстага, и что было после этого штурма, и что было до. То есть это очень интересно. То есть предлагаю ребятам прийти и посмотреть, что у нас есть. Макет Рейхстага изготовили воспитанники детской школы искусств. Среди новых экспонатов знаменосец со знаменной группой. На площади стоят подбитые танки. Расстановка фигурок создает динамичную картину событий. В России начался сезон активности клещей. Каждый год в нашей стране около полумиллиона человек обращаются в медицинские учреждения из-за укусов. Более двух тысяч заболевают клещевым энцефалитом, который приводит к поражению головного мозга. О том, как защитить себя от укусов клещей, расскажем в следующем репортаже. Солнце за окном светит с каждым днем все ярче. Природа пробуждается от зимнего сна, а вместе с ней просыпаются и клещи. Ежегодно в Сарове фиксируют от 300 до 500 случаев присасывания клещей. В прошедшем году этот показатель снизился примерно на 50%, поскольку пик их активности пришелся на период самоизоляции. Основная мера профилактики от укусов – правильно подобранная одежда. Одеться правильно, одежда должна быть светлых тонов, однотонная, чтобы лучше заметить клеща. Манжеты рубашки должны быть плотно прижаты к телу, штанины брюк заправлены в носки или сапоги. Необходимо также иметь головной убор, лучше всего капюшон. Клещи переносят такие инфекционные заболевания, как клещевой вирусный энцефалит и клещевой баралиоз. В Сарове ежегодно регистрируют от 5 до 15 случаев заболевания баралиозом. Обычно клещи обитают на высокой траве близ тропинок, где цепляются за одежду прохожих. Излюбленные места присасывания паразитов – за ухом, на шее, на талии и в паховой области. Клеща можно удалить самостоятельно, взять за тело пинцетом, захватить клеща ближе к головке и вращательным движением перпендикулярно коже вытащить и смазать место укуса спиртосодержащим раствором любым – спиртом, йодом или зеленкой. Если после присасывания клеща место укуса покраснело, поднялась температура, появилась сломата в теле, необходимо обратиться за медицинской помощью. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпаев. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова